На Хабар 24 новости, в студии Гульнара Жиндагулова. Добрый вечер. Президент Казахстана Касымжимар Тукаев назвал дату первого заседания Совета по реформам. Оно состоится 21 октября. Об этом глава государства сообщил в своем твиттере. Повестку заседания Касымжимар Тукаев обсудил в ходе встречи с заместителем председателя Совета Сумой Чакрабарти. Собеседники обозначили базовые реформы, проработку которых начнется в ближайшее время. 90 фактов несоблюдения карантина выявили столичные полицейские только за выходные. Среди нарушителей каждый четвертый объект, в который нагрянули стражи порядка. В основном они проверяли увеселительные заведения, кафе, рестораны, караоке, бары и торговые центры. Уже в четвертый раз за осень оштрафованы владельцы кафе по улице Кунаева. Заведение работало в неположенное время. Отмечу, что клиентов также наказали за нарушение тишины. Жильцы пожаловались на громкую музыку среди ночи. Гостей и представители администрации кафе доставили в полицейский участок. Напомню, согласно последнему постановлению главного санитарного врача столицы, заведением разрешается работать только до 10 вечера. А шуметь в выходные дни можно только до 23.00. Столичные полицейские остановили проведение пышной свадьбы в одном из ресторанов города. Торжество закончилось, едва начавшись. Тамада как раз представлял родителей жениха и невесты в тот момент, когда в зал вошли проверяющие. Организаторов ТОЯ и администратора заведения наказали за нарушение карантина. Напомню, в стране запрещены массовые скопления людей, в том числе проведение семейных мероприятий. На свадьбе присутствовало около 90 гостей. В Алматинской области готовятся ко второй волне коронавируса. Провизорный госпиталь, открытый на базе центральной районной больницы ВАКСУ, прошлой весной принял 180 пациентов. Сейчас отделения работают в прежнем режиме, однако при появлении новых случаев больница готова принять заболевших. В медучреждения завесли около 30 кислородных концентратов, аппараты искусственной вентиляции легких и анализаторы крови. Сейчас мы ко второй волне готовы. Можем разворачивать на 70 коек здесь. У нас сейчас работает инфекционное отделение второго уровня на 10 коек. Сизы и защитные противочумные костюмы имеются у нас в запасе. Запасались с лекарствами на полтора месяца. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на карантин после того, как у одного из его охранников выявили коронавирус. Политик сразу же сдал тест на ковид. Уже известно, что результат оказался отрицательным. Добавлю, в ближайшее время он повторно сдаст анализы. А пока Штайнмайер будет выполнять свои обязанности дистанционно. Отмечу, ФРГ на этой неделе резко возросло число инфицированных. В субботу за сутки там зарегистрировали почти 8 тысяч случаев заражения. Это новый антирекорд. Столько заболевших не было в стране даже во время первой волны. Накануне канцлер Ангела Меркель выступила с обращением к народу. Она подчеркнула, что Германия переживает серьезную фазу пандемии. И чтобы остановить распространение вируса, людям необходимо временно ограничить контакты. Она призвала сограждан воздержаться от путешествий, отложить семейные праздники, а также попросила по возможности оставаться дома. Вирус распространяется быстрее, чем полгода назад. Впереди нас ожидают тяжелые месяцы. От того, как мы будем вести себя сейчас, зависит то, как мы проведем Рождество и новогодние праздники. Мы должны сделать все, чтобы избежать бесконтрольного распространения вируса. На счету каждый день. Что нам помогло при первой волне – это то, что мы были все заодно. Соблюдали правила, заботились друг о друге и руководствовались здравым смыслом. Это самое лучшее средство. После многомесячного перерыва кинотеатрам за пределами Нью-Йорка разрешили открыться с 23 октября, заявил губернатор штата Эндрю Коома. Правда, аншлагов на премьерах не будет. Максимум 50 зрителей. Обязательный атрибут – защитная маска. Кроме того, кинотеатры должны будут соответствовать повышенным стандартам фильтрации и вентиляции воздуха. Если люди соблюдают правила, вирус не распространяется. Вы посмотрите, где бушует ковид. Это всегда несоблюдение правил, откровенно говоря, отсутствие здравого смысла. Люди устраивают вечеринки, в барах полно посетителей. Еще раз, единственный ответ вирусу – наша предосторожность. В Мексике впервые за полгода футбольным болельщикам разрешили вернуться на стадионы. Теперь при условии соблюдения всех санитарных правил мексиканцы смогут воочию наблюдать за играми любимых команд. Правда, количество зрителей пока ограничено. Трибуны должны быть заполнены лишь на 50%. Отмечу, коронавирусом в Мексике заразились выше 840 тысяч человек. 86 тысяч не справились с болезнью. При входе у нас измерили температуру, проверили наличие масок, а также предупредили, что нужно соблюдать социальную дистанцию. Мы знаем, что рядом могут сидеть максимум два человека. В Грузии из-за пандемии разразился экономический кризис. Одни предприниматели остались совсем без заработка, доходы других резко упали. По оценкам Всемирного банка, в ближайшее время около 160 тысяч граждан страны. Могут перейти в категорию бедных. Насколько эти показатели тревожны, выясняла Юлия Тужилкина. Бьют, а плакать не дают. Эта грузинская пословица как нельзя кстати подходит к сегодняшним временам. Резкое падение экономики негативно сказывается на благосостоянии граждан Грузии. По оценкам Всемирного банка, в этом году около 160 тысяч грузин могут стать бедными. А доходы еще 400 тысяч значительно уменьшатся. Таким образом, за чертой бедности могут оказаться 4% всего населения страны. И еще у 11% значительно сократятся доходы. По словам специалистов, похожая ситуация и в соседних странах. Оправдаются ли эти прогнозы, будет зависеть от длительности пандемии и от умений выйти из кризиса. Такая негативная тенденция в этом году почти везде, кроме нескольких стран Центральной Азии. Улучшение ожидается только в следующем году. Большинство жителей Грузии остались без работы. В стране практически закрылись границы. Сократились доходы от туризма. И, конечно, пострадали люди, работающие в этой сфере. Тем не менее, в Министерстве экономики Грузии считают, что ситуация в стране улучшается. Например, экспорт грузинских товаров за сентябрь вырос почти на 9%. По прогнозам Международного валютного фонда, в ближайшие несколько лет Грузия будет региональным лидером восстановления с точки зрения экономического роста. На протяжении ближайших пяти лет годовой экономический рост составит 5%. Это довольно высокий показатель среди регионов. Грузию выделяют как страну с быстрым темпом восстановления, где используется правильная стратегия управления коронакризисом. В стране за время пандемии потеряли источник дохода около 100 тысяч человек. Правительство поддерживает население. Помощь от государства от 100 до 400 долларов за полгода получили граждане разных категорий, потерявшие работу или находящиеся в неоплаченном отпуске, самозанятые и женщины, находящиеся в декрете. На реализацию антикризисного плана направили около 1 миллиона долларов. Юлия Тужилкина, Шалва, Суромирашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Во Вьетнаме продолжительные осадки привели к смертельным оползням. По меньшей мере трое военных погибли из-за разрушения казарм. Судьба еще 19 солдат пока неизвестна. В правительстве заявили, что это крупнейшая военная потеря в мирное время. Отмечу, во Вьетнаме с начала октября из-за непогоды погибли более 70 человек. Тем временем в одной из провинций Таиланда в результате наводнения обрушилась часть водохранилища. Стихия разрушила один из шлюзов, что привело к затоплению десятков домов и эвакуации сотен жителей. В регионе также смыло дороги. О жертвах пока не сообщается. На месте работают спасатели. По сообщениям синоптиков, в ближайшие дни снова выпадут обильные осадки. В Камбодже из-за разрушительных наводнений погибли уже 24 человека. По меньшей мере 60 тысяч частных построек остались под водой. Власти сообщили об эвакуации жителей в 19 регионах страны, включая столицу Пномпень. В зоне бедствия ведутся поисково-спасательные работы. Прогнозы синоптиков неутешительны. В ближайшие дни снова выпадут обильные осадки. Сезон дождей в Камбодже продлится до октября. И вернемся к событиям в нашей стране. В Жамбулской области построят три водохранилища. Такая необходимость назрела из-за нехватки поливной воды в регионе. Известно, что область на 80% зависима от водных ресурсов соседнего Кыргызстана. Сброс живительной влаги ежегодно уменьшается. Из-за этого аграрии не могут увеличить посевные площади. А многие терпят убытки. Возведение новых водохранилищ может снизить водную зависимость от Кыргызстана, считают специалисты. Анастасия Сулейманова продолжит тему. Воду для полива фермеры региона получают из трансграничных рек Шу и Талас. Но в полном объеме на поля она не поступает. За последние пять лет только по Шустскому бассейну аграрии недополучили 841 миллион кубометров воды. В этом году до крестьян дошло лишь 55% живительной влаги от запланированного объема. Из-за ежегодной нехватки поливной воды страдают крестьяне четырех районов. Они даже стали сокращать посевы. Например, в прошлом году на тысячу гектаров уменьшилась площадь сахарной свеклы. В итоге в регионе всего лишились свыше 36 тысяч тонн урожая. В этом году зимой осадков меньше было, чем в предыдущих годах. Приблизительно 15-40% в горах меньше выпало. Из-за этого во время вегетации сказалось на уровне воды. Со своей стороны предприняли по каждому каналу, по каждой сельскому территории, сделали графики подачи воды, по очередности все поливались. Для решения водной проблемы в области построят три водохранилища. Одно из них появится на территории Таласского и Базягского районов. А два других на реках Калготы и Иргайты Кордайского района. Уже завершили их технико-экономическое обоснование и направили на госэкспертизу. На разработку проектно-сметной документации выделили свыше 240 миллионов тенге. Специалисты заверяют, что новые водохранилища помогут снизить водную зависимость от соседей. Также будет увеличен объем Тасаткельского водохранилища Шутского района. Капитального ремонта водный объект не видел около полувека. Сегодня идет работа по сейсмоусилению и укреплению плотины. Вода может размыть дно дамбы, поэтому мы проводим его укрепление. Работу завершили на 70%. Плюс к этому бетонируем два канала по 5 километров. Объем Тасаткельского водохранилища намерено довести до 1 миллиарда кубометров. Это позволит увеличить площадь орошаемых земель района до 13 тысяч гектаров. Анастасия Сулейманова, Тимур Силхан, Руслан Ходила, Жамбулская область, Хабар, 24. 33-летний рабочий погиб в одной из шахт, принадлежащей предприятию «Казахалтын» в Акмолинской области. Трагедия произошла накануне на руднике Бестубе. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице. Причины ЧП сейчас выясняют. Почти полсотни несчастных случаев на производстве с начала года зафиксировали и в Акцюбинской области. Чаще всего травму получают сотрудники медицинских, строительных и нефтяных компаний. Динара Абдирова изучила ситуацию. Шара Жарылгасова – врач скорой помощи. В этом году сама оказалась пациентом коллег из неотложки. Возвращаясь с вызова, их бригада попала в аварию. «Въезжали с задних ворот стационара и попали в дорожно-транспортное происшествие. Одна машина пропустила, вторая не пропустила. Хотя была сирена включена в машине. Мы соблюдали всю технику безопасности, ремни были пристегнуты, но получили травму. Я получила сотрясение головного мозга, стопроцентная оплата больничного листа. Теперь мы собираем документы, должны создать страховой полюс, они должны оплатить. Мы правком, администрация звонила, узнавали наше состояние». Кроме медработников, чаще всего травму получают сотрудники нефтяных, строительных, а также железнодорожных компаний. В этом году на производстве зарегистрировано 45 несчастных случаев, 11 из которых закончились летальным исходом. Больше 50 человек пострадали и 7 стали инвалидами. Одно из резонансных происшествий случилось этой весной. На работе в прямом смысле сгорели рабочие Актюбинского завода хромовых соединений. «Один из таких наиболее резонансных несчастных случаев, это несчастный случай, имевший место этим летом в июне месяце, если я не ошибаюсь, который произошел в Актюбинском заводе хромовых соединений. Это был групповой несчастный случай. Там в один день в одну рабочую смену умерло 5 работников. Спецрасследование проведено главным государственным инспектором труда Республики Казахстан, который прибыл в нашу область с города Нур-Султан. По ней сделаны выводы и материалы переданы в органы уголовного преследования для вынесения соответствующего решения». Его пока нет, но инспекционная комиссия заключила, что на 80% виноват работодатель. Не соблюдены правила безопасности на производстве, говорят в областной инспекции труда. Каждый несчастный случай они разбирают по отдельности, помогают добиться справедливости работникам и профсоюзы, по крайней мере там, где они есть. «На сегодняшний день 11 несчастных случаев, которые произошли в нашем регионе с начала года, из 11 случаев в 10 предприятиях на сегодняшний день отсутствует профсоюзная организация. То есть права работников, можно сказать, в неполной мере защищены. Отсутствие вообще профсоюзной организации на предприятии тоже является одной из причин возникновения трудовых конфликтов». С начала года в областную инспекцию труда поступило порядка 200 обращений от работников. По каждому случаю были инициированы проверки. Работодателям пришлось заплатить штрафы на 8,5 миллионов тенге. Динара Абдирова, Булат Мудагалеев, Ахтубе, Хабар, 24. Свой профессиональный праздник завтра готовится отметить спасатели Казахстана. Ежедневно они сталкиваются с самыми разными чрезвычайными ситуациями. И за год в среднем спасают больше 10 тысяч жизней, нередко рискуя собственными. Анна Лисимбердина встретилась с героями нашего времени. Восточный Казахстан – один из самых сложных регионов для служб ЧАЭС. Спокойных сезонов, как говорят спасатели, здесь не бывает. Зимой бураны, весной наводнения, летом купальный сезон со своими опасностями. А осенью нередкие поисковые операции в горах и лесах. Еще и заносы на дорогах в этом году начались уже с октября. За этот год у нас на сегодняшний день 460 выездов. Из них около 108 спасательных операций. То есть операции, которые более суток до 10 суток до курят. Мы работаем автономно. Речь идет именно о поисковых операциях. Как раз тут незаменима помощь с воздуха. Тогда к делу приступают настоящие профессионалы-пилоты. Такие, как Илья Тачай. Каждый раз он лично проверяет вертолет, все ли готово к вылету, который, к слову, возможен в любой момент. Каждый полет, он по-своему уникальный. Широкий спектр задач – это, как я уже и говорил, и санитарные рейсы, и горные операции какие-то. Но один из самых запоминающихся – это было спасение двух рыбаков. Во время паводка их лодка перевернулась, и они оказались за бортом. Нам поступил сигнал о спасении. В таких случаях важна каждая секунда. Делится еще один пилот – командир воздушного судна Артур Габасов. Артур – бывший военный летчик, провел в воздухе больше двух тысяч часов. За это время случалось всякое. В прошлом году, к примеру, его напарник внезапно потерял сознание прямо в полете и телом придавил рычаги управления. Вертолет начал пикировать, но командир смог совершить экстренную посадку и спас жизни как самих пилотов, так и членов санавиации и больного, которого везли из Ридера. Хотя свой поступок он считает рядовым. Внезапные случаи не всегда происходят, но они бывают. Так как мы выполняем много полетов и в неделю, и по месяцам, и по дням, поэтому у нас каждый полет для нас, ну как сказать, запоминается после каждого полета. И мы не запоминаем то, что было когда-то, что-то, и идем вперед. Между тем, каждый полет как раз и рассчитан на чье-то спасение или же профилактику чрезвычайных ситуаций, делятся уже специалисты Касселя защиты. В частности, они вместе с пилотами по несколько раз в год проверяют состояние высокогорных моренных озер. Их в области 146, и каждая из них на высоте почти 3000 метров над уровнем моря. Для защиты населения, особенно на селе опасный период, никакому транспорту мы не можем добраться на этой высоте. Вот благодаря только вертолетическим пилотам мы проводим это все обследование. Благодаря их работе защищаем население, территорию, области от ЧАЭС природного характера. Всего в регионе ежедневно несут в службу больше 1700 спасателей. Это именно те, кто всегда на передовой в борьбе со стихиями. Так уже 25 лет службы ЧАЭС стоят на страже жизни. Анна Лисенберзина, Жигир Баваканов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. Больше тысячи потушенных пожаров и свыше 200 спасенных жизней. В Казаларде в честь Дня спасателя лучших сотрудников областного департамента по ЧАЭС отметили почетными грамотами. К 25-летию органов гражданской обороны ДЧС передали ключи от двух пожарных автомобилей. Новые многофункциональные машины будут способствовать повышению эффективности работы. Техника, отвечающая современным требованиям, залог успешной спасательной операции. Сейчас в нашем распоряжении 12 машин. Из них 5 основные, 3 специальные, 4 вспомогательные. С начала года пожарные расчеты выезжали на вызовы 79 раз. В Восточно-Казахстанской области все больше сельчан начинают собственное дело. Одни с помощью грантов пробуют себя в качестве кондитеров или мебельщиков. Другие открывают салоны красоты. Асемутешева встретилась с теми, кто не побоялся и рискнул начать все с нуля. Жительница села Акжар Альмира Жильдебаева еще недавно была безработной. Найти достойный заработок в селе непросто. Поэтому девушка разработала бизнес-план на открытие салона красоты и получила грант на его развитие. Комиссия одобрила мой проект и вскоре я получила 555 тысяч тенге по программе «Бастау». Это хорошая возможность для молодых начинающих предпринимателей. Можно ничего не боясь развивать свое дело. На средства от гранта было закуплено необходимое оборудование. У мастера уже появились свои клиенты. И рабочий график теперь расписан по минутам. В будущем начинающий предприниматель планирует расширить область своих знаний и развивать свое дело. Всего в районе грант получили 127 человек. А по программам занятости 2020 и АОЛ Ельбисыг в районе проводится реконструкция дорог. На это из бюджета выделили около 2 миллиардов тенге. Особое внимание здесь планируют уделить разработке комплексного плана развития кормовых запасов для крупного и мелкого рогатого скота. У нас в запасе 29 тысяч гектаров земли. Их надо использовать по назначению. Перед нами стоит задача ремонта водохранилища и его каналов. Необходимо взять бесхозное хозяйство на баланс государства, чтобы привести его в порядок, чтобы эти каналы стали кормовой базой для животных. Из 60 отдаленных населенных пунктов в 45 проведена качественная питьевая вода. До конца года данный проект будет реализован еще в шести селах Тарбогатайского района. На это выделили 1 миллиард 300 миллионов тенге. А с тем утешивами Детумирханов, Хабары 24, Восточно-Казахстанская область. В Петропавловске ведется масштабная реконструкция русского драматического театра. На работы выделено свыше 200 миллионов тенге. Еще один театр в городе возводят с нуля, но там подрядчик отстает от графика. Не исключено, что все закончится судебными разбирательствами. Все подробности у Нургуля Ахметовой. Здание русского драмтеатра имени Николая Погодина было построено почти полвека назад. С тех пор капитального ремонта здесь не было, а гостей тут встречают часто. В год приходят около 27 тысяч зрителей. И внешний, и внутренний облик очага культуры теперь решили модернизировать. В основном фасад обновится. Двери будут новые, будут кулуары, зал перед кардеробом. Второй этаж будет обновляться и делать на современный лад. В зрительном зале тоже ремонтируется потолок, электроосвещение, стены, пол обновляться будет. А здесь идет строительство Казахского драматического театра на 500 мест. К работам приступили два года назад, но есть вероятность, что сдать объект срок, а именно в декабре 2020-го подрядчики не успеют. Причин называют несколько. Нехватка рабочих рук, задержки с поставками стройматериалов и пандемия. По графику уже должны быть полностью наружные работы завершены. То есть она должна быть облицована уже, витражи установлены, кровля должна быть закрыта. Вокруг должен быть, естественно, уже цоколь обработанный. И проведены внутренние отделочные работы. Сейчас только должно было быть, по сути, может быть, отделочные работы, плюс электрика, вентиляция внутренняя и монтаж оборудования уже с испытанием. Монтаж оборудования займет очень большое время. Всего на строительство драмтеатра выделено более трех миллиардов тенге. Почти миллиард еще не освоен. И если подрядчик в итоге все-таки не сможет выполнить условия договора, то местные власти намерены обратиться в суд. В Алутауском районе Карагандинской области завершилось строительство туристического центра. Он сможет принимать одновременно до 100 посетителей. В информационном зале представители турфирам смогут рассказывать об исторических памятниках и священных местах края. В центре также откроют библиотеку и выставочный павильон. Для проведения тренингов и круглых столов предусмотрен конференц-зал. Туристы, прибывающие в Алутауский район, смогут разместиться в гостиничном комплексе. И к этому часу это вся информация, о которой мы успели рассказать. Все наши новости доступны на YouTube. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!